Теплая одежда, необходимый инвентарь и хорошее настроение. На призыв администрации Щелковского района помочь жилищно-коммунальным службам в уборке снега первыми откликнулись сами работники органов управления. Ведомый главой десант сотрудников районной администрации высадился в микрорайоне Щелково-7. На проспекте 60-летие октября чистили территорию перед памятником, а также расположенную поблизости детскую игровую площадку. Я закончила свое время 10-ю школу, являясь местным жителем. И когда я узнала призыв главы района о необходимости помочь с уборкой снега, то это вдвойне было приятно, что я могу помочь своему родному и любимому Щелково-7 создать какой-то комфорт и получить заряд бодрости на весь оставшийся рабочий день. Также работы организованы в проблемных точках города, во всех городских и сельских поселениях, на территории социальных объектов. Общерайонные субботники по уборке снега. Такого еще не было, потому что и снега такого в наших краях еще не было. Поэтому чем ворчать на власти, лопату в руки и вперед. Тем более, что они, власти, сами дают пример. Времена меняются, говорит Алексей Валов. Раньше на Руси радовались бы таким снегопадам. А теперь люди прежде всего требуют комфортного передвижения по дорогам и тротуарам. Такие форс-мажорные циклоны редко бывают. Даже в России, говорят, сто лет назад крайний был. Поэтому вышли все, всем миром, всем администрацией поработать, чтобы помочь нашим коммунальщикам и сделать все-таки для жителей более комфортную среду. Ну, в первую очередь, мне стыдно, что люди так жалуются. Поэтому и того коллеги пошли поможем. Сам-то не с очкою, видите, работаю. Почему службы ЖКХ настолько не справляются, что потребовалось проводить субботник в общий район? Дело в том, что то количество осадков, которое мы с вами наблюдали за последнюю неделю, оно превысило все ожидаемые нормы. Это не говорит о том, что мы были не готовы к зиме. Мы готовы к зиме, и службы работали все в аварийном и продолжают работать в усиленном режиме. Почему-то природа решила особо отметить именно Щелковский район и еще три муниципалитета на северо-востоке Подмосковья. Если в среднем по области снега выпало не больше полуметра, то у нас только в городе 70-80 сантиметров, а в направлении Гребня-Уфрянова и того больше. Дополнили картину обесточенные населенные пункты и сотни упавших деревьев. Одно из них на время оставило без света территорию первой районной больницы. На призыв о помощи откликнулась управляющая компания «Округ 17». Упала, порвала провода под гнетом снега налипшего. Роман Александрович позвонил утром, выручайте. Как мы можем отказать, так сказать, в этом вопросе? Вот приехал, попилил немножко и приводив в порядок, осталось растащить. Снежные субботники продлятся до конца недели. И власти, и работники коммунальных служб очень надеются, что в выходные к ним присоединятся жители, способные здраво и объективно оценить ситуацию, и неравнодушные к своему городу и району. Объявления расклеены, люди уже приходят. Ну, ожидалось больше, но кто пришел, тот пришел. Мы готовы обеспечивать всей необходимой механизированной техникой, она и сейчас у нас работает, если вы это видите, и также инвентарем. Ну, со снегом тяжело, конечно, много снега, но что убирает, это положительно. Ирина Микеда, Валерий Жеглей, телерадиокомпания «Щелково».